Дорогие друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Я приглашаю вас сегодня со мной на семейный шоппинг. Сынок приехал из университета, мальчик 20 годков, и мы поехали немножко развлечься и купить ему немножко одежды, чтобы, в общем, ну как бы, сделать подарки ребенку, который навещает маму с папой. Первым делом мы отправились в магазин H&M. Собственно, мы пошли в два магазина H&M и Uniqlo. На самом деле ему ничего не нужно. Мы просто решили, вот, почему бы не купить что-то, почему бы не погулять по магазинам. И, как вы знаете, вещи в H&M довольно бюджетные, так что, в общем-то, ничего страшного. Этот свитер, который он примерил, по-моему, это размер medium, я точно не помню, очень на нем хорошо сел. Он есть в нескольких цветах. Вот этот бежевый, потом черный и, по-моему, такой защитного цвета. Кстати, сделан из стопроцентного хлопка, и стоит он порядка 40 долларов, 39, что-то такое. То есть, в принципе, хорошая цена и довольно хороший состав, и, в общем-то, так неплохо, неплохо на нем сел. Единственное, что я не знаю, как он будет вести себя после стирки. Подозреваю, что если его бросить в стиральную машинку, то он, конечно, немножко сядет, наверное, вытянется, растянется. Не знаю, что с ним будет. В общем, вещи в H&M такие, одноразовые практически. Но посмотрим. Никто, конечно, руками стирать его не будет. В общем-то, ну, решили, купили и купили. А вообще, я вам хочу сказать, что в мужском отделе H&M вещи довольно неплохие. Мне как-то даже больше понравилось, чем в женском. Я, честно говоря, задумалась о том, чтобы сходить мне в мужской отдел и померить какую-то одежду из мужского отдела. Много довольно таких симпатичных толстовок с капюшоном и без, симпатичные свитера, рубашки. Вот сейчас я вам покажу. Значит, он купил вот этот свитер, который он примерял. Затем он купил такую очень симпатичную коричневую толстовку. Вот сейчас он ее будет рассматривать. 34 доллара, по-моему, она стоит. Нет, на камере не очень видно, но у нее такой приятно шоколадно-защитный цвет. Она без капюшона, но она очень хорошо так как-то скроена. Опять же, повторюсь, не знаю, что будет после стирки. Хотя, если честно, есть у моих детей вещи из H&M, мужские, вот майки, худи. Ничего, в принципе, я не могу сказать, что они уж прям так сразу быстро после первой стирки выходят из строя. И они могут несколько стирок, в общем-то, прожить, пережить. Очень много вещей из вельвета. Прям так много из мелкого вельвета, из крупного, рубашки, куртки. Вот именно в мужском отделе. Ну, такой малиновый пиджак лососевого цвета. Пиджаков тоже, кстати, было много. И таких брюк в клетку, и пиджаки такие в клетку. А он отправился себе выбирать белую рубашку. Я не знаю, с какого перепуга он решил покупать себе белую рубашку. На самом деле, вот, кстати, посмотрите, какая интересная рубашка. Довольно неплохая. Всего за 30 долларов. У нее очень интересно сделаны манжеты с такими черными пуговичками. Прямо, в общем, такой фэшн-фэшн. Так вот, он вообще, форма одежды у него такая, знаете, канадский травосек. Он, как все канадцы, ну и как все дети его возраста, любит одеваться в толстовки, в спортивную одежду, спортивную обувь, какие-то такие вот свитера. Рубашку он вообще практически не носит. Еще он, если носит, то такие фланелевые в клетку рубашки. Вот, кстати, тоже очень симпатичный свитер мужской. Я предложила ему, но он почему-то не понравился ему с горлом. Он не любит с горлом. Вообще, очень симпатичный свитер, очень симпатичного цвета. Я даже подумала, может, мне стоит посмотреть ближе, присмотреться к нему. Так вот, таких вот нарядных рубашек он, в общем-то, не носит. Но тут у него появилась идея, что он хочет белую рубашку, носить ее под свитер и выпускать воротничок наружу белый. Кстати, вот эту полоску рубашка тоже я ему предложила, но он тоже не захотел. А мне кажется, что она даже и для женского гардероба будет выглядеть достойно. Единственное, что сейчас, в принципе, там пуговица будет на другую сторону. Но вы знаете, по-моему, сейчас никто не обращает на это внимание особенно. Да, вот выбор рубашек был достаточно большой. Присмотрели мы ему белую рубашку, значит, выбрали мы ему такие шорты спортивные, он в них любит дома ходить. Зимой, в принципе, у нас дома довольно тепло, но можно вполне ходить в шортах. Ну, вот как бы такие зимние шорты с ночосом, очень молодежь их носит. Купили такую вот толстовку ему вот эту, купили вот эту белую рубашку он присмотрел, и вот этот свитер хлопчат бумажный, который я вам показывала. В самом начале он его примерил, и, в общем-то, удачно, мне очень он понравился. Дальше мы отправились в Юникло. Он захотел примерить вот этот вот жилет для утепления, и не стал его примерять на майку, а надел его на свитер, вот эту толстовку, которую мы купили в H&M. Ну, как бы правильно. Жилет же он не будет носить на майку. Скорее всего, что он будет его носить на свитер. Жилет он сейчас в университете в городе, который находится довольно далеко от того места, где мы живем, и там намного прохладнее, намного холоднее, чем у нас. Мы живем у озера Антария, и у нас как бы немножко теплее, а вот те части Канады, которые не находятся на берегу озера Антария, там намного холоднее. Ну, вот я как настоящая мамаша тут как бы поправляю на воротничок, чтобы мальчику было удобненько с этикетками. Ну, вы знаете, вот эти вот дутики из Юникло, жилеты и куртки, они известны тем, что они удобные, они теплые, и для утепления, в принципе. У него там есть много теплой одежды, но, может быть, для утепления пододевать под какую-то куртку более легкую, не знаю, в общем, у него была какая-то такая идея, но на самом деле он примерил, что-то ему не понравилось. Я сказала, может быть, я померю больше размер, но он что-то передумал, не знаю. Вот, нашел он себе вот такие вот фланелевые рубашки в клетку, ему очень нравится, он их много носит, это такая типичная канадская одежда. А тут я тыркаю пальцем, там вдали висят, я потом ближе их сниму, мужские, очень красивые свитера, такие вывязанные как будто вручную, с косами, там папа ему что-то показывает. В общем, старались угодить сынку. Понравилась ему вот эта рубашка именно вот в такую вот клетку синебелую, но были только размеры экстрасмол. Он мальчик худенький, но довольно такой плечистый, высокий, поэтому никак экстрасмол, ему хотя бы нужен, видимо, медиум, скорее всего, может, даже ларч. В принципе, виникло, размеры мужские такие довольно, такие маленькие. Нашли мы рубашку похожую на то, что он нашел себе, но там не было размера. Здесь тоже синяя такая с белым, вот эти свитера. Показываю вам поближе, очень симпатичные. Мне кажется, что они очень такие достойные свитера мужские. Они есть в трех, по-моему, цветах. Синий, зеленый и очень мне понравился вот этот вот молочного цвета свитер. Но мы ему уже купили в H&M. Похожий свитер, такой же цвет, и он не стал его мерить, хотя мне он очень понравился, даже больше, чем H&M-ский свитер. Примерил он эту рубашку, и мне она понравилась. В принципе, довольно хорошо на нем сидела, выглядела. Он что-то тоже сказал, что расцветка не та, та в клетку, бело-синяя ему понравилась. Здесь не совсем та клетка. В общем, он такой у нас переборливый в одежде, поэтому не зашла ему что-то, не понравилось ему ни жилет, ни свитера вычинные, ни рубашки. Я предложила ему тоже померить этот свитер с ажурной вязкой. Мне он, в принципе, понравился, но тоже ему не очень что-то не подошло. Вот еще есть такие свитера мужские вычинные, тоже. Ой, в Юникло, что я говорю? Я уже запуталась во всех магазинах. Это в Юникло. Вот такие мужские свитера, они тоже есть в нескольких цветах. Тоже есть синий, серый и такой защитного цвета. Муж мой решил примерить такой свитер. Мне тоже они понравились довольно. Они такие, знаете, приятные и неплохо выглядят. Вот он померил этот свитер мужской синий. И мне кажется, что он очень красиво на нем сидит, но что-то мальчику не подошло. Посмотрел на себя в зеркало и так, и эдак. И сказал, что нет, мама, нет. Не будет он его носить, что он в нем выглядит слишком таким хорошим мальчиком. Ну, а как же? Не хочет он выглядеть хорошим мальчиком. Поэтому не взяли мы этот свитер. Мужу моему тоже что-то не... Он мерил разные размеры вот этих свитеров. Но что-то ему тоже не понравилось. Я вам скажу, что мой муж вообще не подходит ни под один размер. Ни Юникло, ни Зара, ни H&M, никакой масс-маркет. Все эти магазины, они рассчитаны вот на мальчика в комплекции типа моего сына. Кстати, обратите внимание, эпизод с очками. Я вам сейчас еще раз его повторю. Потом, попозже, в конце видео расскажу, что произошло. Вот, посмотрите, мой муж держит в руках очки. А он их снимает, потому что ему мешает, а не примерять свитер и кладет на полочку. Так вот, в конце видео расскажу вам, как полезно быть блогером и делать съемки во время шоппинга. Значит, вот он померил другой размер, тот же самый свитер. Но что-то ему не понравилось. Кто на умал, как-то не сидит на нем. Еще раз повторю, что мой муж не может носить одежду из H&M, Юникло, и Зары, и других масс-маркетов, потому что, ну, как-то не его формат. Там вся одежда на мальчиков худеньких, а муж мой такой высокий, крепкий мужчина. И, в общем-то, ему эти даже ларчи, даже экстра-ларчи не очень подходят. Сын мой решил себе купить вот это утепляющее белье, или как оно называется, утеплительное белье. Ну, в общем, такие с длинным рукавом, вот такие вот футболки. Термобелье, вот вспомнила. Ему они нужны для того, что... Если вы смотрели сериалы американские про больницы, то там все врачи и медперсонал ходят в такой форме специальной, которая называется скрабс. Это такие с коротким рукавом рубашки и брюки. И вот эти вот зимой под эти рубашки нужно надевать что-то с длинным рукавом. И он вот решил себе купить парочку таких вот этих вот футболок с длинным рукавом из Юникло, чтобы носить под форму, когда он находится в госпитале. Зашли мы еще в магазин, который называется Руц. Вот мальчик-продавец ему пытается что-то объяснить про эти худи. Мальчик на мальчике, на самом деле, это самая рубашка в клетку, которую мой сын искал, но так и не нашел. Вы видите, здесь написано, что made in Toronto, то есть товары в этом магазине очень многие сделаны в Торонто и в Канаде. И это канадский магазин, самый такой известный в Канаде магазин, очень известный бренд, очень любимый канадцем. И хочу обратить ваше внимание на дизайн магазина, который сделан весь вот в таком вот стиле какого-то деревянного дома, какой-то, знаете, коттеджа на берегу озера. Это очень любимый, опять же, повторюсь, канадцами стиль. И магазин не дешевый, магазин очень не дешевый, но все молодежи, взрослые люди очень любят в нем покупать одежду, потому что это как бы вот наш канадский стиль, наш канадский бренд. И вещи такие, все знаете, вот теплые для зимы, для утепления, никакого фэшн, а все вот такое вот, знаете, добротное, хорошие, качественные, теплые вещи. Для холодной зимы вот такие вот обувь, ботинки, свитера, в общем, такой, знаете, стиль вот именно, ну, опять же, повторюсь, канадского дровосека. В общем, вертел, крутил он этот свитер, мерил размер small, размер medium, в конце концов, выбрал размер medium и купили мы ему этот свитер. Хотя, опять же, стоил он долларов 90, я не помню. Это не свитер, это, собственно говоря, толстовка, просто на ней написано ROOTS, это название магазина. И он очень был доволен, очень был нам благодарен. Здесь также продается, видите, вот я нашла такие шерстяные костюмчики женские, брючки и свитера такие для дома, тоже очень уютненькие, очень тепленькие, ну, и цена такая, не совсем бюджетная. Много сумок из такой хорошей кожи, очень добротной, вот так называется магазин ROOTS. ROOTS по-английски это корни, то есть, вот, и такое убранство магазина, большой канадский флаг и группа манекенов, которые как-то немножко напоминают каких-то беженцев, по-моему, больше, чем... Ну, как это грустно, такая группа товарищей. Вот, такие были наши покупки, идем к машине и несем пакетик из H&M и магазина ROOTS. Сейчас вам расскажу историю про очки, значит, как вы видели, мой муж, примеряя свитер, снял очки, которые мы мешали. И положил их на полочку в магазине, в магазине Uniqlo, и тут же про это забыл. Мы вышли из магазина Uniqlo, мы прошли дальше, в следующий магазин, и через какое-то время мой муж вспомнил, что нет очков у него. И мы не могли вспомнить, где он их оставил, но благодаря тому, что я блогер и все записываю, мы стали смотреть видео, и вот обнаружили этот кусок, где он, снимая свитер, положил очки на полочку, и таким образом вернулись в магазин Uniqlo и нашли там свои очки, которые уже благоволучно кто-то нашел и отнес на кассу. Все, поехали мы домой, сынок нас радостно повез домой, всегда он пользуется случаем покататься на папиной Тесле, когда он приезжает к нам на каникулы, и мы ему, в общем-то, разрешаем, как такое, знаете, удовольствие. Все, дорогие друзья, надеюсь, что вам понравилось, было интересно, спасибо, что вы погуляли с нами, с моей семьей, с моим мужем, с моим сыном, увидимся в следующем видео. С вами была Дита из Канады, люблю, целую, пока, пока, бай!